Часть 4, глава 1. И на выборской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут мирно, не внося буйных и внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не останавливалась. Все менялось в своих явлениях, но менялось с такой медленной постепенностью, с какой происходят геологические видоизменения на нашей планете. Там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы. Илья Ильич выздоровел. Поверенный Затертый отправился в деревню и прислал вырученные за хлеб деньги сполна, и был из них удовлетворен прогонами, суточными деньгами и вознаграждением за труд. Что касается Оброка, то Затертый писал, что денег этих собрать нельзя, что мужики частью разорились, частью ушли по разным местам и где находятся неизвестно, и что он собирает на месте деятельные справки. О дороге, о мостах писал он, что время терпит, что мужики охотнее предпочитают переваливаться через гору и через овраг до торгового села, чем работать над устройством новой дороги и мостов. Словом, сведения и деньги получены удовлетворительные. И Илья Ильич не встретил крайней необходимости ехать сам, и был с этой стороны успокоен до будущего года. Поверенный распорядился и насчет постройки дома, определив вместе с губернским архитектором количество нужных материалов. Он оставил старости приказ с открытием весны возить лес и велел построить сарай для кирпича, так что Обломову оставалось только приехать весной и, благословясь, начать стройку при себе. К тому времени предполагалось собрать оброк и, кроме того, было в виду заложить деревню, следовательно, расходы было из чего покрыть. После болезни Илья Ильич долго был мрачен. По целым часам подвергался в болезненную задумчивость. И иногда не отвечал на вопросы Захара, не замечал, как он ронял чашки на пол и не сметал со стола пыль. Или хозяйка, являясь по праздникам с пирогом, заставала его в слезах. Потом, мало-помалу, место живого горя заступило немое равнодушие. Илья Ильич по целым часам смотрел, как падал снег и наносил сугробы на дворе и на улице. Как покрыл дрова, курятники, конуру, садик, гряды, огорода. Как из столбов забора образовались пирамиды. Как все умерло и окуталось в саван. Подолгу слушал он треск кофейной мельницы, скакание на цепи и лай собаки, чищение сапог за харом и мерный стук маятника. К нему по-прежнему входила хозяйка с предложением купить что-нибудь или откушать чего-нибудь. Бегали хозяйские дети. Он равнодушно-ласково говорил с первой, последним задавал уроки. Слушал, как они читают и улыбался на их детскую болтовню вяло и неохотно. Но гора осыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему. И Обломов мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь. Осень, лето и зима прошли вяло скучно. Но Обломов ждал опять весны и мечтал о поездке в деревню. В марте напекли жаворонков. В апреле у него выставили рамы и объявили, что вскрылась нева и наступила весна. Он бродил по саду. Потом стали сажать овощи в огороде. Пришли разные праздники. Троицы, семик, первое мая. Все это ознаменовалось березками, венками. В роще пили чай. С начала лета в доме стали поговаривать о двух больших предстоящих праздниках. Иванове дне, имениных братца. И об Ильине дне, имениных Обломова. Это были две важные эпохи в виду. И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины, или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала. Ах, если б этакая телятина попалась, или этакий пирог удался в Иванов день, или в Ильин день. Поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на пороховые заводы прогулки пешком. О празднике на Смоленском кладбище в Колпине. Под окнами снова раздалось тяжелое кудахтанье на сетке и писк нового поколения цыплят. Пошли пироги с цыплятами и свежими грибами, свежепросольные огурцы, скоро появились и ягоды. «Потроха уж теперь нехороши», сказала хозяйка Обломову. «Вчера за две пары маленьких просили семь гривен, зато лососина свежая есть, ботвинью хоть каждый день можно готовить». Хозяйственная часть в доме Пшеницыной процветала, не потому только, что Агафья Матвеевна была образцовая хозяйка, что это было ее призванием, но и потому еще, что Иван Матвеевич Мухаяров был в гастрономическом отношении великий эпикуреец. Он был более, нежели небрежен в платье, в белье. Платье носил по многим месяцам и тратил деньги на покупку нового с отвращением и досадой. Не развешивал его тщательно, а сваливал в угол в кучу. Белье, как разнорабочий, менял только в субботу. Но что касалось стола, он не щадил издержек. В этом он отчасти руководствовался своей собственной, созданной им со времени вступления в службу, логикой. Не увидят, что в брюхе, и толковать пустяков не станут. Тогда как тяжелая цепочка на часах, новый фраг, светлые сапоги – все это прождает лишние разговоры. От этого на столе у пшеницыных являлась телятина первого сорта, янтарная осетрина, белые рябчики. Он иногда сам обходит и обнюхает, как легавая собака, рынок или милютины лавки. Под полой принесет лучшую пулярку. Не пожалеет четырех рублей на индейку. Вино он брал с биржи и прятал сам. И сам доставал. Но на столе никогда никто не видел ничего, кроме графина водки, настоянной смородиновым листом. Вино же выпивалось в светлице. Когда он с Тарантиевым отправлялся на Тоню, в пальто у него всегда спрятана была бутылка высшего сорта Мадеры. А когда пили они в заведении чай, он приносил свой ром. Постепенная осадка или выступление дна морского и осыпка горы совершалась над всем и, между прочим, над Анисией. Взаимное влечение Анисии и хозяйки превратилось в неразрывную связь, в одно существование. Обломов, видя участие хозяйки в его делах, предложил однажды ей в виде шутки взять все заботы о его продовольствии на себя и избавить его от всяких хлопот. Радость разлилась у ней по лицу. Она усмехнулась даже сознательно. Как расширилась ее арена. Вместо одного – два хозяйства. Или одно – да какое большое. Кроме того, она приобретала Анисию. Хозяйка поговорила с братцем, и на другой день из кухни Обломова все было перетаскано на кухню Пшеницыной. Серебро его и посуда поступили в ее буфет, а Акулина была разжалована из кухарок в птичнице и в огороднице. Все пошло на большую ногу. Закупка сахару, чаю, провизии, соленья огурцов, мочение яблок и вишен, варенье – все приняло обширные размеры. Агафья Матвеевна выросла. Анисия расправила свои руки, как орлица крылья, и жизнь закипела и потекла рекой. Обломов обедал с семьей в три часа. Только братец обедали особо, после, больше в кухне, потому что очень поздно приходили из должности. Чай и кофе носила Обломову сама хозяйка, а не Захар. Последний, если хотел, стирал пыль, а если не хотел, так Анисия влетит, как вихрь, и отчасти фартуком, отчасти голой рукой, почти носом, разом все сдует, смахнет, сдернет, уберет и исчезнет. Не то так сама хозяйка, когда Обломов выйдет в сад, заглянет к нему в комнату, найдет беспорядок, покачает головой и, ворча что-то про себя, взобьет подушки горой, тут же посмотрит на овлочки, опять шепнет себе, что надо переменить, и сдернет их, оботрет окна, заглянет за спинку дивана и уйдет. Постепенная осадка дна морского, осыпание гор, наносный ил с прибавкой легких вулканических взрывов, все это совершалось все более в судьбе Агафьи Матвеевны. И никто, всего менее она сама, не замечал это. Оно стало заметно только по обильным, неожиданным и бесконечным последствиям. Отчего она с некоторых пор стала сама не своя? Отчего? Прежде, если подгорит жаркое, переварится рыба в ухе, не положится зелени в суп, она строго, но спокойствием и достоинством сделает замечание Акулине и забудет. А теперь, если случится что-то подобное, она выскочит из-за стола, побежит на кухню, осыплет всею горечью упреков Акулину и даже надуется на Анисью. А на другой день присмотрит сама, положена ли зелень, не переварилась ли рыба. Скажут, может быть, что она совестится показаться неисправной в глазах постороннего человека в таком предмете, как хозяйство, на котором сосредоточилось ее самолюбие и вся ее деятельность? Хорошо. А почему прежде, бывало, с восьми часов вечера у ней и слипаются глаза, а в девять, уложив детей и осмотрев, потушены ли огни на кухне, закрыты ли трубы, прибрано ли все, она ложится, и уже никакая пушка не разбудит ее до шести часов. Теперь же, если Обломов поедет в театр или засидится у Ивана Герасимовича и долго не едет, ей не спится. Она ворочается сбоку-набок, крестится, вздыхает, закрывает глаза, нет сна да и только. Чуть застучат на улице, она поднимет голову, иногда вскочит с постели, отворит форточку и слушает, не он ли? Если застучат ворота, она накинет юбку и бежит в кухню, растолкает Захара Анисью и посылает отворить ворота. Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка, которой не хочется, чтоб у ней в доме был беспорядок, чтоб жилец ждал ночью на улице, пока пьяный дворник услышит и отопрет, что, наконец, продолжительный стук может перебудить детей. Хорошо. А отчего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему в комнату, услала ее войлоками и коврами, завесила окна и приходила в ярость. Она такая добрая и кроткая, если Ваня или Маша чуть вскрикнут или громко засмеются. Отчего по ночам, не надеясь на Захара и Анисью, она просиживала у его постели, не спуская с него глаз, до ранней обедни, а потом, накинув салоп и написав крупными буквами на бумажке Илья, бежала в церковь, подавала бумажку в алтарь, помянуть за здравие, потом отходила в угол, бросалась на колени и долго лежала, припав головой к полу, потом поспешно шла на рынок и с боязнью возвращалась домой, взглядывала в дверь и шепотом спрашивала у Анисьи, что? Скажут, что это ничего более, как жалость, сострадание, господствующие элементы в существе женщины. Хорошо. Отчего же, когда Обломов, выздоравливая, всю зиму был мрачен, едва говорил с ней, не заглядывал к ней в комнату, не интересовался, что она делает, не шутил, не смеялся с ней, она похудела, на нее вдруг пал такой холод, такая нехоть ко всему, мелет она кофе и не помнит, что делает, или накладет такую пропасть цикория, что пить нельзя и не чувствует, точно языка нет, не доварит акулина рыбу. Разворчатся, братец, уйдут из-за стола, она точно каменная, будто и не слышит. Прежде, бывало, ее никто не видал задумчивой, да это и не к лицу ей, все она ходит да движется, на все смотрит зорко и видит все. А тут вдруг со ступкой на коленях точно заснет и не двигается. Потом вдруг так начнет колотить пестиком, что даже собака залает, думая, что стучатся в ворота. Но только обломов ожил, только появилась у него добрая улыбка, только он начал смотреть на нее по-прежнему ласково, заглядывать к ней в дверь и шутить, она опять пополнела, опять хозяйство ее пошло живо, бодро, весело, с маленьким оригинальным оттенком. Бывало, она движется целый день, как хорошо устроенная машина. Стройно, правильно, ходит плавно, говорит ни тихо, ни громко, намелит кофе, наколит сахару, просеет что-нибудь, сядет за шитье, игла у ней ходит мерно, как часовая стрелка. Потом она встанет, не суетясь, там остановится на полдороге в кухню, отварит шкаф, вынет что-нибудь, отнесет, все как машина. А теперь, когда Илья Ильич сделался членом ее семейства, она и толчет, и сеет иначе. Свои кружева почти забыла. Начнет шить, усядется спокойно. Вдруг обломов кричит Захару, чтоб кофе подавал. Она в три прыжка является в кухню и смотрит во все глаза, так, как будто прицеливается к чему-нибудь. Схватит ложечку, перельет на свету ложечки три, чтоб узнать, уварился ли, отстоялся ли кофе. Не подали бы сгущей. Посмотрит, есть ли пенки в сливках. Готовится ли его любимое блюдо, она смотрит на кастрюлю, поднимет крышку, понюхает, отведает, потом схватит кастрюлю сама и держит на огне. Трет ли миндаль или толчет что-нибудь для него, так трет и толчет с таким огнем, с такой силою, что ее бросит в пот. Все ее хозяйство, толчение, глажение, просевание и тому подобное, все это получило новый живой смысл, покой и удобство Ильи Ильича. Прежде она видела в этом обязанность, теперь это стало ее наслаждением. Она стала жить по-своему полно и разнообразно. Но она не знала, что с ней делается, никогда не спрашивала себя, а перешла под это сладостное иго безусловно, без сопротивлений и увлечений, без трепета, без страсти, без смутных предчувствий, томлений, без игры и музыки нерв. Она как будто вдруг перешла в другую веру, стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее законам. Это как-то легло на нее само собой, и она пошла точно под тучу, не пятясь назад и не забегая вперед, а полюбила Обломова просто, как будто простудилась и схватила неизлечимую лихорадку. Она сама и не подозревала ничего. Если бы это ей сказать, то это было бы для нее новостью, она бы усмехнулась и застыдилась. Она молча приняла обязанности в отношении к Обломову. Выучила физиономию каждой его рубашки, сосчитала протертые пятки на чулках, знала, какой ногой он встает с постели, замечала, когда хочет сесть ячмень на глазу, какого блюда и поскольку съедает он, весел он или скучен, много спал или нет. Как будто делала это всю жизнь, не спрашивая себя, зачем, что такое ей Обломов, отчего она так суетится. Если бы ее спросили, любит ли она его, она бы опять усмехнулась и отвечала утвердительно, но она отвечала бы так и тогда, когда Обломов жил у ней всего с неделю. За что или отчего полюбила она его именно? Отчего, не любя, вышла замуж, не любя, дожила до 30 лет, а тут вдруг как будто на нее нашло? Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся как болезнь, однако ж и она, как все, имеет свои законы и причины. А если до сих пор эти законы исследованы мало, так это потому, что человеку, пораженному любовью, не до того, чтобы ученым оком следить, как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает будто сном чувство, как сначала слепнут глаза, с какого момента пульс, а за ним сердце начинает биться сильнее, как является со вчерашнего дня вдруг преданность до могилы, стремление жертвовать собой, как мало-помалу исчезает свое я и переходит в него или в нее, как ум необыкновенно тупеет или необыкновенно изощряется, как воля отдается в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, являются слезы, горячка. Агафья Матвеевна мало прежде видала таких людей, как Обломов, а если видала, так издали, и, может быть, они нравились ей, но жили они в другой, не в ее сфере, и не было никакого случая к сближению с ними. Илья Ильич ходит не так, как ходил ее покойный муж, коллежский секретарь Пшеницын, мелкой деловой прытью, не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит он на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности себе. Лицо у него не грубое, не красноватое, а белое, нежное. Руки не похожи на руки братца, не трясутся ни красные, а белые небольшие. Сядет он, положит ногу на ногу, подопрет голову рукой. Все это делает так вольно, покойно и красиво. Говорит так, как не говорят ее братец и Тарантиев, как не говорил муж. Многого она не понимает, но чувствует, что это умно, прекрасно, необыкновенно. Да и то, что она понимает, он говорит как-то иначе, нежели другие. Белье носит тонкое, меняет его каждый день, моется душистым мылом, ногти чистит. Весь он так хорош, так чист, может ничего не делать и не делает. Ему делают все другие. У него есть Захар и еще триста Захаров. Он барин, он сияет, блещет, притом он так добр, как мягко он ходит, делает движения, дотронется до руки, как бархат, а тронет бывало рукой муж, как ударит. И глядит он и говорит так же мягко, с такой добротою. Она не думала, не сознавала ничего этого, но если б кто другой вздумал уследить и объяснить впечатление, сделанное на ее душу появлением в ее жизни Обломова, тот бы должен был объяснить его так, а не иначе. Илья Ильич понимал, какое значение он внес в этот уголок, начиная с братца до цепной собаки, которая с появлением его стала получать втрое больше костей. Но он не понимал, как глубоко пустило корни это значение и какую неожиданную победу он сделал над сердцем хозяйки. В ее суетливой заботливости о его столе, белье и комнатах он видел только проявление главной черты ее характера, замеченной им еще в первое посещение, когда Акулина внесла внезапно в комнату трепещущего петуха и когда хозяйка, несмотря на то, что смущена была неуместную ревностью к кухарке, успела, однако ж, сказать ей, чтоб она отдала лавочнику не этого, а серого петуха. Сама Агафья Матвеевна не в силах была не только пококетничать с Обломовым, показать ему каким-нибудь признаком, что в ней происходит, но она, как сказано, никогда не сознавала и не понимала этого. Даже забыла, что несколько времени назад этого ничего не происходило в ней, и любовь ее высказывалась только в безграничной преданности до гроба. У Обломова не были открыты глаза на настоящее свойство ее отношения к нему, и он продолжал принимать это за характер, и чувство Пшеницыной, такое нормальное, естественное, бескорыстное, оставалось тайною до Обломова для окружающих и для нее самой. Оно было в самом деле бескорыстно, потому что она ставила свечку в церкви, поминала Обломова за здравие, за тем только, чтобы он выздоровел, и он никогда не узнал об этом. Сидела она у изголовья его ночью и уходила зарей, и потом не было разговора о том. Его отношения к ней были гораздо проще. Для него в Агафье Матвеевне, в ее вечно движущихся локтях, в заботливо останавливающихся на всем глазах, в вечном хождении из шкафа в кухню, из кухни в кладовую, оттуда в погреб, во всезнании всех домашних и хозяйственных удобств воплощался идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу в детстве, под отеческой кровлей. Как там отец его, дед, дети, внучата и гости сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящее около них и промышляющее око, и непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют, и спать положат, а при смерти закроют им глаза. Так и тут Обломов, сидя и не трогая с дивана, видел, что движется что-то живое и проворное в его пользу, и что не взойдет завтра солнце, застелют небо вихри, понесется буйный ветер из концов в концы вселенной, а суп и жаркое явятся у него на столе, а белье его будет чисто и свежо, а паутина снята со стены, и он не узнает, как это сделается, не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос, ни с ленью, ни с грубостью, ни грязными руками Захара, а с бодрым и кротким взглядом, с улыбкой глубокой преданности, чистыми, белыми руками и с голыми локтями. Он каждый день все более и более дружился с хозяйкой, о любви и в ум ему не приходило, то есть о той любви, которую он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку, и содрогался, когда вспоминал о ней. Он сближался с Агафьей Матвеевной, как будто подвигался к огню, от которого становилось все теплее и теплее, но которого любить нельзя. Он после обеда охотно оставался и курил трубку в ее комнате, смотрел, как она укладывала в буфет серебро, посуду, как вынимала чашки, наливала кофе, как, особенно тщательно, вымыв и обтерев одну чашку, наливала прежде всех, подавала ему и смотрела, доволен ли он. Он охотно останавливал глаза на ее полной шее и круглых локтях, когда отворялась дверь к ней в комнату. И даже когда она долго не отворялась, он потихоньку ногой отворял ее сам и шутил с ней, играя с детьми. Но ему не было скучно, если утро проходило и он не видел ее. После обеда, вместо того, чтобы остаться с ней, он часто уходил соснуть часа на два. Но он знал, что лишь только он проснется, чай ему готов. И даже в ту самую минуту, как проснется. И главное, что все это делалось спокойно. Не было у него ни опухоли у сердца, ни разу он не волновался тревогой о том, увидит ли он хозяйку или нет, что она подумает, что сказать ей, как отвечать на ее вопрос, как она взглянет. Ничего, ничего. Тоски, бессонных ночей, сладких и горьких слез ничего не испытал он. Сидит и курит, и глядит, как она шьет. Иногда скажет что-нибудь или ничего не скажет. А между тем, покойно ему, ничего не надо, никуда не хочется. Как будто все тут есть, что ему надо. Никаких понуканий, никаких требований не предъявляет Агафья Матвеевна. И у него не рождается никаких самолюбивых желаний, позывов, стремлений на подвиги, мучительных терзаний о том, что уходит время, что гибнут его силы, что ничего не сделал он, ни зла, ни добра, что празден он и не живет, а прозябает. Его, как будто невидимая рука, посадила, как драгоценное растение, в тень от жара, под кров от дождя и ухаживает за ним, лелеет. Что это? Как у вас проворно ходит игла мимо носа, Агафья Матвеевна, сказал Обломов. Вы так живо снизу поддеваете, что я, право, боюсь, как бы вы не пришили носа к юбке. Она усмехнулась. Вот только дострочу эту строчку, говорила она почти про себя, ужинать станем. А что к ужину? Спрашивает он. Капуста кислая с лососиной, сказала она. Осетрины нет нигде. Уж я все лавки выходила. И братец спрашивали. Нет. Вот разве попадется живой осетр? Купец из каретного ряда заказал. Так обещали часть отрезать. Потом телятина, каша на сковороде. Вот это прекрасно. Как вы, милые, что вспомнили, Агафья Матвеевна. Только не забыла бы Анисья. А я-то на что? Слышите, шипит, отвечала она, отворив немного дверь в кухню. Уж жарится. Потом дошила, откусила нитку, свернула работу и отнесла в спальню. И так он подвигался к ней, как к теплому огню. И однажды подвинулся очень близко, почти до пожара, по крайней мере, до вспышки. Он ходил по своей комнате и, оборачиваясь к хозяйской двери, видел, что локти действуют с необыкновенным проворством. «Вечно заняты», сказал он, входя к хозяйке. «Что это такое?» «Корицу толку», отвечала она, глядя в ступку, как в пропасть и немилосердно стуча пестиком. «А если я вам помешаю?» спросил он, взяв ее за локти и не давая толочь. «Пустите, еще надо сахару натолочь, да вина отпустить на пудинг». Он все держал ее за локти, и лицо его было у ее затылка. «Скажите, что, если б я вас полюбил?» Она усмехнулась. «А вы бы полюбили меня?» опять спросил он. «А чего ж не полюбить? Бог всех велел любить». «А если я поцелую вас?» шепнул он, наклонясь к ее щеке, так что дыхание его обожгло ей щеку. «Теперь не святая неделя», сказала она с усмешкой. «Ну, поцелуйте же меня». «Вот Бог даст, доживем до Пасхи, так поцелуемся», сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно, как лошадь, на которую надевают хомут. Он слегка поцеловал ее в шею. «Смотрите, просыплю корицу, вам же нечего будет в пирожное положить», заметила она. «Не беда», отвечал он. «Что это у вас на халате опять пятно?» заботливо спросила она, взяв в руки полу халата. «Кажется, масло». Она понюхала пятно. «Где это вы? Не с лампадки ли накапало?» «Не знаю, где это я приобрел». «Верно, за дверь задели», вдруг догадалась Агафья Матвеевна. «Вчера мазали петли, все скрипят. Скиньте, да дайте скорее. Я выведу и замою. Завтра ничего не будет». «Добрая Агафья Матвеевна», сказал Обломов, лениво сбрасывая с плеч халат. «Знаете что, поедемте-ка в деревню жить. Там-то хозяйство. Чего-чего нет. Грибов, ягот, варенья, птичий, скотный двор». «Нет, зачем?» заключила она со вздохом. «Здесь родились, век жили, здесь и умереть надо». Он глядел на нее с легким волнением, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался дух на высоту, на подвиги. Ему только хотелось сесть на диван и не спускать глаз с ее локтей. «Ц�липта». «Ц�липта».